Ну? Всем привет. Так. Элиф, прошу, оставь нас. Нам надо поговорить наедине. Да, да, да. Да, да, да. Я ждала, когда ты поинтересуешься моим здоровьем, Миран. Юнюль, теперь ты расскажешь мне, как Азад оказался в том доме, и как вы оба попали туда в одно время. Миран, клянусь тебе, я ничего не... Юнюль! Миран, послушай, правда, я... Когда я услышала, что ты там с Рыян, я сошла с ума. Я поехала... Я из России. Туда наугад. Вы же и раньше там бывали. Вот так вот. Ну, Азад уже был там. Увидев его в твоём... Я ужасно испугалась, подумала, что Азад тебе что-то сделала. А когда я вошла, я была в шоке. Рыян обнимала Азада и говорила, что рада его приходу. Значит, это она сообщила Азаду. Как она сообщила, а как? Откуда я знаю? Видимо, как-то нашла способ. Они оба ждали, когда ты уйдёшь. Азад вошёл, когда ты вышел. Ах, Генёля, что ты натворила? Вот к чему привела твоя самонадеянность. Когда я у них спросила, где Миран, Азад схватил Рыян и попытался уйти. Я закрыла дверь, чтобы задержать их. Пока Азад пытался меня оттащить, Рыян взяла нож и ударила меня. Я ничего не могла сделать, Миран. Они просто бросили меня, Рыян. Даже не оглянулась. Если ты так хотела избавиться от Рыян, зачем пыталась их задержать? Я... Логичный вопрос. Потому что я бы осталась виноватой. Ты бы подозревал меня, вот как сейчас. Поэтому я хотела задержать их. Учти, я не верю тебе, Генюль. Я знаю, что это всё дело твоей безумной фантазии. Но запомни, когда всё выяснится. Клянусь, я разведусь с тобой. Поняла? Разведусь. Опа. Разведусь. Опа. Ну всё, глядь. Что ты говоришь? а СТИБа Миран разведится с Генюль. Что ты говоришь? Никитин как она не biggest. Он считает, что Гюнюль помогла Азату найти Раян. Мы обе знаем, что это так и есть. Послушайте, Азизы Ханым, вы очень умная женщина. Ребят, я проведу. Миран всегда слушался вас, но сейчас его сердце отдано другой. Если сердце одержит победу над разумом, он точно разведется с Гюнюль. Давайте все обдумаем и вместе составим план. Львы не сидят с шакалами, запомни. Строй планы себе подобными. Так непривычно вообще. Я долго молчала, не вынуждайте меня говорить. Вы знаете, что будет, если я заговорю. Ты мне сейчас угрожаешь? Угрожаю. Если я заговорю, катастрофу здесь будет уже не остановить. Я начну с самого слабого свина. Я расскажу Мирану, как его мать заперли в сарай, словно животное, и как над ней там издевались. Так вот я вас предупреждаю. Это самое невинное из того, что я могу рассказать. Вы и сами об этом знаете. Твои слова пустые не смогут нам навредить. Ладно, Азизе Ханым. Я сказала все, что хотела. А уж вы решаете, пустые мои слова или нет. Только сердце Мирана вскоре совсем к вам охладеет. Если вы не строите планы с шакалами, тогда сядьте на свой трон и подумайте, как обуздать внука. Ребятушки, пишем, не стесняемся. Пишем, пишем. Как дела ваши? Хеллоу, хеллоу. Иван, круе. Помилуй меня, Аллах. Нет, Аллах, нет. От этой женщины мурашки по спине. Это гроза в темной ночи. Полюбуйтесь. Возвышается тут над всеми, как сова. Что-то случилось? Я еще раз убедилась, что в прошлом я приняла верное решение СМА. Иногда сердце разрывалось из-за содеянного. Я думала, ведь она тоже мать. Так поступать нельзя, Азизе. Даже султан этого не заслужила. В чем дело, Ханым? Почему вы так говорите? Знаешь, что она сделала? Она мне угрожала. Угрожала, что сотрет меня из сердца Мирана. Она не знает, что хватит лишь моего слова, чтобы уничтожить все эти тридцать лет. Умница, Шахрияр. Ты опять подцепила крупную рыбу. Нужно заняться вопросом серьезно. Эта женщина очень похожа на матрешку. Тайны из нее так и вылезают, так и вылезают. Что такое, Хазар? Я пришел извиняться. Я не думаю, что у меня есть ни за что извиняться, папа. Я пришел сообщить свое окончательное решение. Субтитры создавал DimaTorzok